Всем здравия. 23 февраля 2016 года в 20 часов по Москве на Народном славянскому радио был запланирован живой эфир на тему «Бессмертный полк и энергия предков». Главный соведущий Вячеслав Михайлович Бронников. Однако в назначенное время ни Вячеслав Михайлович, ни его помощники на связь не вышли. На телефонные звонки никто не отвечал, в скайпе ответа не последовало. Исходя из того, что в чате радио появились интересные вопросы, было принято решение провести эфир и дать на них ответы. Предлагаем вашему вниманию запись этого эфира. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Несмотря на то, что эфир у нас не состоялся. Но все-таки вопросы в эфире есть и вполне интересные, которые могут быть причислены не только к этому эфиру, не только отнесены, вернее, к этому эфиру, но и к другим. Мне кажется, стоит здесь нам пообщаться. Вот Владимир Измытич задал вопрос, естественно, не мне, а Вячеславу Михайловичу. Люди без совести всегда действуют по принципу «раздели противника на части и страви между собою». И, естественно, возникает из этого вопрос, как так получилось, что в Великий Праздник, праздник жизни 9 мая, Парад Победы, получает альтернативное шествие? Это попытка разделить общество на две части? Кто пытается возглавить это шествие? Вот мне интересно, а что думают люди, которые находятся сейчас в чате? Как вы думаете, это попытка разделить наше общество на две части? Если это попытка, то с какой целью? Давайте минут 15-20, может быть, полчасика потратим на изучение этих вопросов, потому что вопросы, на мой взгляд, животрепещущие, и надо здесь кое-что разобрать. Что скажете, друзья? Если интересно мое мнение, то я думаю так. Вот если бы, например, 9 мая в городах крупных, помимо Парада Победы, помимо каких-то, может быть, шествий официальных, вдруг появились, ну так условно, черносотенцы или еще более условно, лунатики какие-нибудь. Слово «зеленые человечки» не употребляют, потому что могут неправильные ассоциации появиться. Но все-таки, вот если бы они появились и стали устраивать свое шествие, посвященное, например, памяти погибшего черносотенника или черносотенца, или какой-то годовщины прилета лунатиков на какую-то планету или на нашу Землю, то тогда бы, я понимаю, это была пик альтернативы, потому что нашлись бы, я уверен, те, кто присоединился и к тому, и к другому шествию. И 9 мая в этом случае было бы разделено на официальное шествие и на вот эти вот два условных шествия, про которые я сказал. Но дело-то заключает в следующем. Ведь, насколько я понимаю, это шествие устраивается не как противодействие празднику 9 мая, а как дополнение для этого праздника. Причем дополнение очень яркое и хорошее, когда люди продолжают отмечать этот праздник не просто за столом, вливая себе в рот что-либо, не просто тупо глядя в телевизор, а выходят с какими-то транспарантами, с фотографиями своих близких или хорошо знакомых людей, которые воевали и вместе с этими фотографиями двигаются по центральным улицам городов. Честно говоря, я не вижу здесь какой-то проблемы и не вижу здесь разделения. Владимир, может быть, ты пояснишь, в чем ты здесь увидел разделение? Какие две части здесь ты увидел? Я лично не заметил эти две части. Пока Владимир из Мэтища или кто-то другой пишут свои ответы на этот вопрос, я поставлю какую-нибудь песню. Продолжаем разговор. Итак, песня закончилась. Давайте посмотрим, какие у нас ответы появились. Так попробуй пояснить. Не все дедушки смогут выйти на улицы, не у всех есть фотографии, не все могут сделать свой выбор, куда идти. Виталий, это попытка разделить общество на две части правильно, в то же время и не совсем правильно. Одна часть может быть так дополнение ко второй части. Не совсем понял столь мудрую мысль. Извини, пожалуйста. Владимир из Мэтища. Ветеранам, вероятно, важно почувствовать, что их не забыли. Сейчас почувствовать. А шествие памяти – это как похороны. Но ведь, Владимир, дело-то вот в чем. Дело в том, что это шествие, бессмертный полк, задумывалось не с точки зрения нести фотографии живых людей, а нести фотографии тех, кто уже ушел из этой жизни. В первую очередь, тех фотографий нести, которые погибли, давно находятся не с нами, которые давно уже в сварге причистой и погибли в первую очередь на войне. Вот так задумывался этот бессмертный полк. И я немножко не понимаю, чем здесь похороны могут быть, если люди несут фотографии своих уже умерших людей. То есть, давайте так просто подумаем на минуточку с точки зрения славянского мировоззрения. Наши предки всегда с нами. То есть, смерти как таковой нет. Переход из одного физического тела в другое физическое тело не означает смерть. Смерть в том высоком представлении, которому есть. То есть, мера, да, для жизни, для жизни, для физического тела наступила с мерой, да? И человек вышел из этого тела, но при этом смерть не разделяет его с его родственниками. Ни здесь, ни там. Как он был связан нитями со своими предками, так он остается с ними связан. Как он был связан с нитями со своими родственниками здесь на земле, так он с ними продолжает быть связан. И если человек выходит с памятью о своих предках на улицу, то какие здесь могут быть похороны? Он лишний раз доказывает наше ведическое мировоззрение, что мои предки всегда со мной. Мои деды, они со мной всегда. Братья. И если я несу фотографию, одну, вторую, третью, некоторые даже делали большие такие плакаты с двумя палками, и несли вдвоем их, где было несколько фотографий прикреплено, ни одна, ни две. Там целая семья была прикреплена. Что здесь плохого? Парад прошел, замечательно, его показали по центральному телевидению. Все радостно посмотрели на то, что вот у нас есть такая техника замечательная, что вот у нас есть такие замечательные войска. Но при этом народ дальше выходит и идет по центральным улицам. Это как является продолжением, продолжением того праздника, проявления своей точки зрения, проявления своего отношения, дополнения, что народ не просто сидит у телевизоров, а он выходит на улицы для того, чтобы всем в очередной раз показать, я это помню, это мои предки. И ничего страшного здесь я не вижу. И ветераны, даже если они не могут прийти сами, ну, они же увидят то, что память не ограничивается телевидением, постановочными какими-то актами. Ведь остановкой бессмертного полка никто не занимался. Это была инициатива людей, они дали предложение. И люди поддержали. И с каждым годом все больше и больше. Так что я не знаю, о каком разделении здесь может быть речь. Дальше, сэр Ёжик, это может быть разделение, если об этом так и думать. Но можно и не думать, что народ единица, и получается дополнительная сила, которую кое-кто может поглощать тоже вариант. Давайте теперь подумаем. Кто эту силу может поглощать? Если вы думаете о предках, думаете о них хорошо, если вы не теряете связь с ними, кто эту энергию может поглощать, кроме вас и ваших предков? От этого, на мой взгляд, только нити эти усиливаются, связь усиливается, она становится крепче. Если же кто-то пришел на какое-то шоу, где нет ни предков, нет никакой связи с древностью, и просто из него вытягивают эмоции на ха-ха или хихи, то в этом случае этими эмоциями можно кормить кого угодно. Вот здесь, да, я согласен. И так их шоу у нас устраивается по стране, и не только у нас, а по всему миру. Огромное количество, где из людей просто выкачивают энергию. И люди, не понимая того, еще платят за то, чтобы из них выкачивали энергию. Кого они поддерживают? Чей игре грани кормят? А здесь нет никакой другой связи, кроме той, о которой я говорил. Владимир Измитич, дальше. Не хотел бы, чтобы в моем городе у меня был выбор, куда идти, в парк или на поздравление ветеранов, или на шествие по проспекту. Дело в том, что одно не исключает второго и не отвергает третьего. Если у тебя есть желание пройтись со своими предками по улице и как дань уважения показать, посмотрите, где мы сейчас и как живем, мы о вас помним. Я несу ваш портрет, вы для меня дороги, и дела ваши для меня дороги. Это очень важно. Но ведь пройдя по улице, это шествие, оно не длится весь день. Ты можешь пойти в парк и, встречая ветеранов, низко им кланяться, говорить добрые слова и при этом показать, что твой родственник тоже участвовал в этом. Им же будет от этого только приятно, что человек, который не теряет памяти, что человек, который не забывает о своих предках, еще и поздравляет его, ветерана. И еще это будет вдвойне приятней, если он поймет, что тебя никто не обязал взять этот портрет, никто тебя не заставил идти по улице, здесь нет никакой агитки проплаченной, нет никакой постановки. Ты сам вышел с этим портретом. Сам. Это то, из-за чего, в принципе, стоит жить на свете, когда ты помнишь о своих предках и показываешь пример своим детям, как надо помнить и что необходимо не забывать. Вот если так относиться к этому, тогда все становится на свои места. Если думать о том, что кто-то кого-то пинками куда-то выгонял, то это, конечно, по-другому все можно представить. Так, дальше Вестник Богов. Здравое шествие, по моему мнению, никогда бы даже в голову не пришли бы такие мысли, если своих отцов, дедов вспоминают и подчеркивают своим шествием те великие и трагичные события, прошедшие во время той страшной войны. Это наша память. Аркуинон. Фотографии тоже, ведь, не у всех есть. Сэр Ёжик, а мне кажется, что это вопрос ради вопроса. Виталий, это одновременно и то, и то, и то, и другое в правильном. Сэр Ёжик, вот бы хорошо, чтобы Владимир Изматич сказал в прямом эфире, что он имел в виду, а то писать много не напишешь. Виталий пишет, это одновременная попытка разделить наше общество на две части, и в то же время и нет. Витиеватый ответ, конечно. Чья это попытка, тогда нужно понять. Виталий, напиши, а кто это разделяет на два? Ведь шествие, это что, на целый день длится, и ты как пришел с утра, так до ночи на одном месте стоишь, и тебя никто не выпускает, и тебя пинками загонят, штыками гонят в этот строй, вручают тебе чьи-то портреты, а потом ты пройдет портрет выбрасываешь в помойку. Вадимир Азматич, мои деды покойные, военные, им важна была официальная часть парад, торжественные марш, медали, поздравления правительства. Честно говоря, не знаю, как бы они отнеслись к инициативе людей выйти с фотографиями. Это как-то, образно говоря, не структурированный поток людей, хаос, а деды сражались за порядок, за правду, как-то так. Есть такой анекдот, если вы такие умные, почему с троем не ходите? Давай так, Владимир, вот порассуждаем. Представляешь, приходит тебе официальное поздравление. Дорогой мой друг Владимир, поздравляйте с тем-то, тем-то. Точка. При этом тебе не звонят твои родственники, при этом дети о тебе забыли, братья и сестры отвернулись, но ты получил телеграмму от какого-нибудь совета каких-то там представителей. Ну, даже, скажем, от одного президента Российской Федерации, Украины, Беларуси, неважно. Но при этом твои родственники тебя не помнят. Или наоборот, ты не получил телеграммы даже от какого-то президента, но при этом пришли к тебе родичи, дети, внуки, сестры, братья, но все, кто вот живой, они к тебе пришли и тебя поздравляют, и они находятся с тобой. Что для тебя более важно? Официальное поздравление, при том, что от тебя все отвернулись? Или наоборот, что тебя поздравляют, тебя помнят, тебе радуются, но при этом кто-то, даже если он очень великий, какая-нибудь шишка, он тебе не прислал телеграмму. Мне интересно твое мнение, что для тебя более важно? вот на мой взгляд, все-таки живем мы не для того, чтобы нас поздравил президент, мэр города или начальник какого-нибудь объединения. Мы живем для наших потомков, мы живем для наших пращуров, а вот во вторую очередь мы уже живем для себя. то есть жизнь ради прошлого и будущего, ради памяти прошлого и будущего, вернее так сказать, она намного важнее, нежели чем просто жить ради себя. Хотя человек приходит в эту жизнь только ради себя, вот хотя только если так разобраться, только ради себя, да, он приходит для того, чтобы здесь в этой жизни что-то познать, но ведь он познает это что-то благодаря тому, что на первом месте находится, прошлое и будущее. И если тебе больше нужны официальные поздравления, ну что ж, ну значит у тебя такая направленность жизни, поздравляю тебя. Если тебе все-таки нужна связь со своим родом и со своим будущим, то это немножечко другое. А теперь представь, что так случилось, что ты уже оказываешься не на земле, что ты наказываешься в тех мирах, куда в принципе многие в ближайшее время, со временем все попадут. И вот там, к примеру, тебе уже телеграмму официальную никто не пришлет, ни президент, ни глава какого-то города, поселкового совета или что-то там еще, но родственники о тебе забыли. Или другой вариант. Телеграмма к тебе не придет от шишек от всяких, но при этом родственники твои будут вспоминать тебя каждый день. И при этом ты будешь общаться с теми, кто до этого был на земле, кто до этого дал возможность тебе существовать на земле, прожить, пройти свой путь, создать свое будущее. И вот эти родственники, которые сейчас на земле остались, они берут плакаты, берут фотографии и не сговариваясь, просто приходят, чтобы всем сказать, мы помним, мы помним об этом. И тот, который сейчас не с нами физически, он все равно с нами. То же самое, если так каждый скажет тот, который, или те, которые, то это будут тогда все те, которые здесь представлены, и даже те, которых фотографии нет. Про что Аркуминон писал, они все равно будут с нами. Что важнее? Причем, ведь никто не отменяет парад. И парад можно посмотреть, и можно похлопать в ладоши, потом выйти на улицу с фотографиями, встречать ветеранов и кланяться им до земли, говорить им добрые слова, а потом прийти на площадь или на улицу и просто пройтись в этой колонне. Не строим, не надо какие-то мысли упорядочивать, нет. Просто пройтись, потому что так надо. В чем здесь разделение? Кто-то мне подскажет? А как обеспечить безопасность людей в самостоятельном шествии? О какой безопасности здесь идет речь? Более важно, конечно, поздравление живых людей, чем сухая официальная бумага. Деды увидят шествие тинейджеров и подумают, ё-моё, за что мы воевали? А если они не увидят шествие тинейджеров, они скажут, ё-моё, за что же мы воевали? Нас даже эти сопляки поздравить не хотят, даже нас не вспоминают. Парад это официальная бумага, которая воплощена в движении техники и людей официально. То есть к тебе приходит телеграмма, «Дорогой друг Владимир, поздравляю тебя с праздником Великой Победы». Точка. Твой любимый президент. Точка. Дальше можно дописать «Ради тебя, Владимир, я подписал указ о том, что будут выделены деньги на работу полиции, которая обеспечит порядок, на работу техники, там, ГСМ будут куплены, соляра, бензин, керосин, что там ещё надо, для того, чтобы эта техника доехала, будет куплена еда, для того, чтобы накормить солдат и офицеров, которые будут в параде участвовать, для того, чтобы форму подшить, для того, чтобы подлатать что-то, чтобы покрасить линии, например, на Красной площади и так далее. Официально выделены деньги. Вот такая телеграмма тебе пришла. То есть за эту телеграмму, поздравляю тебя, кроется вторая телеграмма, которая официально будет воплощена в движении техники и людей. Понятно, о чём я говорю? Но при этом дети ничего о тебе не помнят, о войне ничего не знают, о том, что было, вообще не догадываются. И наши деды смотрят и говорят, ну хорошо, телеграмму мы получили, техника прошла, а память-то где? А дети где? Что, мы воевали из-за президента, который на трибуне вышел, сказал несколько добрых слов? Или всё-таки мы воевали за страну? А страна-то где? Люди где? Ау! Люди, отзовитесь! Где вы там? Ой, нет-нет-нет, мы ошиблись, вот они собираются. Ты смотри, смотри, а вот тут фотография-то моего знакомого, а вот и моя фотография. Ой, так это ж наш весь полк здесь собрался. И вот эти тинейджеры несут эти фотографии. С ума сойти! А мы-то даже не надеялись, мы думали, что очередной телеграммкой обойдутся наши тинейджеры и пивка попьют. А тут оказывается, смотрите, как интересно получается. Да, конечно, важнее поздравления родственников, спору нет. А что толку? Спрашивает Виталий. Не знаю, что имел в виду Виталий, какого толку. А как защитить шествие от самозванцев со злыми намерениями? О каких самозванцах ты пишешь и каких злых намерениях ты пишешь? Если выходит под миллион человек, ты считаешь, что самозванцев огромное количество и тех, кто со злыми намерениями, тоже огромное количество. И вообще, давай разберемся, а самозванцы это кто? Это те, которые на себя форму напялили? А о каких злых намерениях идет разговор? Злые намерения это что? Плюнуть на чей ты портрет? Ну, попробуйте. Посмотрим реакцию людей, которые эти портреты несут. Дальше. Какая безопасность даже медицинская? Самое интересное, общался я с разными людьми, которые участвовали в марше, не было там ни одного случая, когда кому-то понадобилась помощь. Это первое. А во-вторых, медицинские учреждения всегда в таких случаях работают, то есть, скорые помощи, они стоят. Я не знаю, про какой город ты пишешь, где там в твоем городе, это будет хорошо бы нехорошо. Но, как правило, и полиция, и медицинские службы реагируют на шествие людей. Полиция в любом случае. Медицина тоже присутствует, скорые помощи, кареты так называемые там были. Дальше. Сырьежек. Так они на нас смотрят, как на души проходящие уроки жизни, чтобы дальше шествовать по белому пути, совершенствования. Медицинская помощь, дальше Владимир пишет, медицинская помощь, полиция для защиты от провокации и для успокоения пьяных. Когда человек сидит перед телевизором и празднует, как правило, это все оборачивается в возливание в себя пойла. Когда человек идет с портретом своих родственников, у него даже в голову не придет нажраться. Я не могу сказать, что там были все абсолютно трезвые, но тех пьяных, которые валялись и устраивали дебоши, драки, там тоже ни одного случая не было зафиксировано. Странно, да? Никто не организовывает, никто морали не читает, а люди выходят и в нормальном состоянии, вменяемом, проходят. Мало того, ведь они общаются друг с другом, они рассказывают, а вот мой родственник воевал вот там, а мой родственник погиб вот там, а мой вот это сделал, мой прошел отсюда досюда, а вот моя бабушка она рассказывала вот это, а мой дедушка рассказывал вот это, а сестра моя знает вот об этом и так далее. Чука пишет, подтверждая, что идея бессмертного полка была снизу, у нас в школе родители сами собирались, притащили фото своих дедов воевавших и вместе с детьми оформляли плакаты, у нас нет проспектов и улиц, у нас площадочка у памятника погибшему в Великой Отечественной войне, вот там и собирались школьный персонал и мы, дочка рассказывала историю моего деда и ее прадеда, с моих слов, конечно, а дед у нас и один и второй геройские, к теме есть еще мудрый семь и я, прадед, дед, отец, я, сын, внук, правнук, это и есть мое я, во времени и в пространстве, то есть бессмертие. Хорошие слова, Чука. Виталий, если мой правитель вас услышал, он смеялся, да не могу. Дальше, Владимир Размитич, не думай, что я прям злыдень такой против шествия. Да я не думаю ни о чем, я просто читаю и отвечаю на вопросы. Дальше, Владимир, я предлагаю, что вы за шествие, поэтому выступаю с позиции против для поддержки программы. Значит, ты уверен на сто процентов, что провокации не будет? Я уверен, что пьяные будут, будут не фашисты, будут приезжие с юга. Или ты думаешь, они испугаются и спрячутся? Нет, многократно видел провокации. Молодец. Ситуация вот в чем. Дело в том, что есть такая поговорка или выражение. Если мы на стороне богов, то кто против нас? Есть ли предки за нашей спиной? Кто может нам что-то помешать, сделать? Если ты соединен нитью со своим прошлым, со своими предками, разве кто-то может эту нить прервать? Разве у кого-то вообще хватит духа против этого восстать? Ты думаешь, что вот эти, кого ты описал, это существа стихийные, сами собой появляются? Нет, ими управляют тоже некоторые силы. И когда ими эти силы управляют, они знают, с кем связываться, а с кем не связываться. Против воли наших предков и воли богов никто не пойдет. Другое дело, что мы просто потеряли это ощущение. Но достаточно посмотреть на реалии жизни. Не те, которые в подворотне ты видишь, что кто-то пьяный кого-то там бьет или насилует, или какие-то там приезжие что-либо делают с юга. Нет. Именно тогда, когда происходит такое объединение, такие случаи невозможны. А вот когда какие-то официальные шествия, где многие за деньги выступают, там такого навалом. Анастасия Рысь. Бессмертный полк это память народа. Неофициальщина из телевизора, а живая память. Ну вот в принципе то, о чем я хотел сказать. Предки за моей спиной, пишет Владимир, но кто будет кормить семью? Ножом можно просто запросто получить. Но если ты боишься, что получишь ножом, если ты вернее не боишься, опасаешься, что получишь ножом, конечно тогда не надо никуда идти. Я думаю, что не надо было многим идти сражаться с захватчиками, потому что надо семью кормить. Не надо наверное было никуда идти, когда какая-то лихая година происходила. Да мало ли что случится, война штука такая, там не только ножом, там еще и стрельнуть могут, иногда на войне убивают. Кстати, по поводу войны, сегодня смотрел документы из госпиталя. 43-й год, подготовка к операции Багратион, сколько людей в госпитале погибало, будьте удивлены, от чего погибали. Брюшной тиф, дизентерия, авитаминоз. Можете себе представить, не от ранения в голову, например, не от того, что кишки были намотаны на немецкий штык, а вот такие вещи. Причем помирали не только те, кто с фронта был доставлен, медсестры там же, в этом списке. Поразительно. На границе с Белоруссией. 43-й год. Так что не только можно ножом получить. Как насчет других вопросов? Ну, давай вернемся к другим вопросам. Итак, читаем дальше вопросы. Допустим, мы сталкиваемся с проявлением внутренней духовной силы народа. Какова вероятность того, что этим народным порывом не воспользуются самозванцы и пройдохи, почувствовавшие легкий путь для собственного политического взлета? А вот как-то не проходит это. Пытались там, появлялись агитаторы и даже пытались раздавать какие-то там бумажки. Ну, конъюнктурщики, они же чувствуют, что народ вышел, надо этим воспользоваться. Как-то эти бумажки все оставались на усмотрении дворников потом. Просто по ним проходили и все. Так что еще раз говорю, если человек понимает, что такое ведическое наследие, что такое ведическая культура, то тогда на мир и на многие процессы в нем происходящие он смотрит совершенно по-другому. Если человек продолжает жить в той системе, которая не является ведической основой и ведической культурой, в этом случае тогда он продолжает мыслить теми парадигмами, которые система ему навязала. Ну, вот и все. Тогда, да, надо бояться войны, надо бояться и смерти, надо думать, как кого прокормить, как что сделать, надо бояться агитаторов, провокаторов, приезжих с юга, а человек, который знает, что такое ведическое наследие, ну, как-то для него это не то, чтобы второстепенно, но есть оно и есть, да, я просто понимаю, ради чего я здесь на этой земле, и я делаю свое дело, я просто понимаю, кто я на этой земле, и я делаю свое дело, я просто понимаю, кто такие мои предки, и все, и живу этим, Дальше Какая вероятность того, что народное шествие, бессмертный полк Это не попытка сконцентрировать активное население Для провоцирования трагических событий И создания противоправных действий против приезжих После чего последует усиление репрессий Против коренного народа России Как защититься и не попасть в эту западню Во-первых, хочу отметить, что вряд ли эти вопросы Касались бы сегодняшнего эфира нашего С Вячеславом Михайловичем Потому что там подоплекка эфира была несколько другая Там энергетическая подоплекка Поэтому эти вопросы, скорее всего, были бы не к месту Но поскольку мы поступили, то давайте смотреть Значит так, провоцирование трагических событий Провоцировать трагические события можно тогда, когда народ Управляем не богами, а управляем демонами Исходя из того, что наши предки наши боги Получается, что в данном случае управление идет именно богами Перехватить структуру управления от богов к демонам В этом случае невозможно Поэтому, если мы говорим о том, что кто-то вывел Людей на какое-то шествие Коих сейчас множество Кто-то Но не боги и не предки То в этом случае Любые провокации возможны И возможны те последствия, которых написал Владимир Азмытич И, возможно, усиление репрессий против коренного народа России Как защититься и не попасть в эту забодню? Да просто Свет очтить богов и предков Жить по их заветам Знать, кто ты на этой земле Не рвать нить А укреплять ее И все Человек, который живет Понимание себя и понимание богов Никогда на уровень демонов Не опустится Если он не опустится на уровень демонов То управлять демоны им не смогут Все очень просто Если мои слова неубедительны Забудьте о них И продолжайте жить, как жили Следующий вопрос На какие астральные, духовные, мистические объекты Сфокусирована астральная энергетика Народного шествия Бессмертный полк На объекты воинской славы нашего народа На религиозные сооружения церкви На мавзоле Ленина Или на другие объекты На направленности на религиозные объекты Там не было На мавзоле Ленина Там тоже не было Или на другие объекты Там вообще объектов не было Там было единение людей Шествие во славу Памяти своих предков И общение живых людей Вы понимаете Люди шли и вспоминали своих предков Не просто несли плакаты И носу ковырялись И плевали на пол Они шли, несли плакаты Гордились то, что предки идут рядом с ними Выходили не один, не два человека Выходили семьями Они гордились, что рядом идут такие же герои Что память об этих героях никуда не пропала И они понимали Что все это Является связующей на уровне горизонтали Вмежду людьми Которые никогда друг друга не знали И на вертикали С нашими предками И что здесь Усиление связи произошло Так и там усиление связи произошло На всех уровнях Усиление связи произошло Через свет Через наше прошлое Через нашу память Через наше настоящее И горизонтально И вертикально Почему народное шествие Бессмертный полк Не организован вечером 8 мая Как день печали и памяти О всех ушедших предках Во-первых Кто это должен был организовать Вот давай так, Владимир Эта инициатива Бессмертному полку Появилась снизу Выйди с такой же инициативой И предложи Скажи Давайте мы попечалимся 8 мая О всех наших ушедших предках И если народ тебя поддержит То будет хорошо Будем все печалиться Предложи форму проведения Как это должно быть Как ты это себе видишь Предложи день 8 мая Предложи время Вот в такое-то время Мы все делаем Вот это и это Это будет день памяти Печали о всех ушедших предках И все Дальше Ведь уже на утро Будет радостный праздник Славы победителей И строительства Новой жизни Почему нужно Именно 9 мая В день жизни Делать шествие в смерти Человек, который Не понимает Ведическое наследие Он Всегда говорит Что со смертью Все заканчивается Смерть Это Всего лишь Навсего черта Без прерывания Связей Без прерывания Жизни Смерть Это Черта Через которую Человек Переходит Оставляя здесь Вещи Какие-то Свои Которые Стали Больше Не нужны Получает Новые вещи Одевается В них И продолжает Жить Но при этом Не теряется Связь Но при этом Не обрывается Телефонная Линия При этом Он все Видит При этом Он все Знает При этом Он все Чувствует И что Самое Главное У него Еще есть Опыт Который Он получил Здесь Который Может Применять Там Так что Я не знаю О каком Дне Смерти Идет речь А те люди Которые Идут Со штандартами Фронтов Которых Уже Нет А те люди Которые Одеваются В форму Тех Времен Вот по Красной Площади Официальный Парад Идет В форме Проходят Тех времен Проходят Солдаты С оружием Тех времен Но тех времен Тоже нет Нет тех Полков Дивизий Нет Ни первого Украинского Ни второго Украинского Ни третьего Ни белорусского Никаких этих фронтов Нет уже А штандарты Знамена Несут Это что Как воспринимать Это что Проявление Смерти Дальше Владимир Если я полезу На нож Меня в первую Сразу родня И отдернет Куда полез Дурак У тебя семья Детей воспитывает Ну Отдернет И отдернет Молодец Воспитывает Я же тебе не заставляю На нож лезть Разве говорю Иди на нож Я вроде таких слов Не говорил А так вообще Здесь вот Анастасия Пишет Владимир Заматевич Как же Боящихся Отчизну Защищать Наши предки Что были Трусами Эх понятно Вы романтики Я человек Более практичный Что ли Я считаю Что сейчас Что сейчас Идет война До сих пор Нет повода Для расслабления Враг Смотрит На нас А вот тут Абсолютно С тобой согласен Дело в том Что сейчас Идет война Она в общем-то Никогда не прекращалась Война идет Постоянно Проверяют Где-то война Хитрая Где-то война Прямолинейная Дальше Ракуинон Мысли человека Реализуются Это к тому Что для тех Кто думает О провокациях Пьянках И прочей пакости Так они и будут Притягивать В себе негатив А если Таких негативно Мыслящих Будет много Значит вероятность Того исхода Увеличивается Многократно Неужели Это так трудно Понять Ведь все Очень просто О чем думаешь Что и случается Я не просто Так сказал Что если Вы Находитесь На уровне Демонов То вы Управляемы Демонами Это значит Вы на себе Испытаете Все то Что демоны Для вас готовят Вы Опускаетесь На уровень Подчинения Демонам И тогда Демоны Вами управляют А управление Демонов Демоническое управление Оно очень простое Это подчинение Любым способом Через страх Через зависимость И через многое другое Через обман То есть Человека напугал Все Человек если испугался Он твой Ну я имею в виду Если демон Тогда Он значит уже Находится в управлении Демонов Человек боится Что-то потерять Все Он уже находится Под управлением Демонов Человек представляет Какую-то страшную Ситуацию Он тоже находится Под управлением Демонов Это закономерность Это все очень просто Так оно есть Человек Человек живущий Ведическим представлением Никогда ничего не боится Потому что Для человека Живущего Ведическим представлением Смерти нет Тварь Боится смерти Поэтому тварь И совершает Тварные поступки Чтобы выжить Любым путем Правды Неправды Чтобы выжить И продлить Свою жизнь Как можно Дольше И чтобы Жрать слаще И спать Мягче Вот это Тварный подход К жизни Параллельно Можно Настругать Детишек И Этих детишек Кормить Но при этом Тварь останется Тварью Ведический подход Это Мысли О Самосовершенствовании Это Мысли О своем Потомстве Не как просто Тварном Потомстве Которое Случайно Острогали О добродетельном Потомстве Мысли О том Что это Потомство Будет делать Дальше И Где Она Будет Жить Это В эту Сторону Будущее А в Прошлом Это Связь Я должен Достоин Своих Предков Мало Того Что Я должен Достоин То есть Соответствовать Я еще Должен Постараться Превзойти Их В том Чтобы Сделать Мир Лучше Чтобы Достичь Того Что Они Не могли Достигнуть Потому Что Они Являются Ступенями По Которым Ты Забрался Сюда И Ты Создаешь Что-то Будущее Светлое Ты В любом Случа Должен Их Превзойти Ради Этого Ты Живешь И Ради Этого Будут Жить Твои Потомки Чтобы Превзойти Тебя Ты Станешь Для них Ступенью От Которой Они Оттолкнутся И Свою Ступень Создадут Вот Эта Взаимосвязь Она Очень Важна И Тогда Смерти Нет И Тогда Страха Нет И Тогда Демоны Бессильны У нас Есть Люди Которые Кричат Я Смерти Не Боюсь Но При Этому Постоянно Боится Чего А Если Человек Чего Боится Он Боится Смерти В любом Случа Любой Страх В Конечном Итоге Приводит К Страху Смерти Об Это Можно Не Говорить Но Любой Страх Приводит К Страху Смерти Просто Об Этому Подумайте И Все Если Человек Боится Смерти У Него Какие-то Страхи Будут Страхи Будут Зацепки Все Петельки Появились Демоны Можете Цепляться Так Владимир Я искренне Рад Вашей Позитивной Точке Зрения Это Не Позитивная Точка Зрения Это Обычная Прагматичная Точка Зрения Сыр Ёжик Будьте Осторожны С желаниями Они Могут Исполняться Ну да Когда Мне что-то Желают На Какой-то Праздник Или День Рождения Вера Пишет По одному Славянский Календарей Сегодня День Дида Памяти Предков Мужской Линии Слава Предкам Нашим Многомудрым Сыр Ёжик Всех С днем Дида Виталий Во время Праздника Все радуются Они Грустят Знаешь Виталий Есть такая Поговорка Радость Со слезами На глазах И вот Как раз Когда я Общался С людьми Участвовавших В бессмертном Полку Там как раз Вот эта радость Со слезами На глазах И была Она присутствовала Так что вот Делай выводы Дальше Дима Галахов Что такое Кармическое условие Когда родился У пьяных родителей А может быть Ты воспитал В своей жизни Этих пьяных родителей Чтобы они начали выпивать А может быть Ты создал условия Чтобы эти родители Стали выпивать Которые тебя же Потом и родили Гадать можно Бесконечно Вариантов Огромное количество Владимир Азматич Инициатива вышла Снизу Это откуда Это как масло Подорожало Сама инициатива Вышла Или кто-то ее возглавлял Не бывает так Чтобы самого всего Взяла и вышла Всегда есть кто-то Или что-то конкретное Да Именно так Были конкретные люди Была конкретно Чья-то мысль Вернее не чья-то мысль А кому-то мысль Спустили оттуда Сверху Не на уровне жизни А оттуда Мысли сами собой В нашей голове не рождаются И тоже надо всем понимать Мысли приходят Достойные мысли приходят Достойно мыслящим Умеющим Желающим мыслить А недостойные мысли Приходят ко всем остальным Предков Анастасия Предков надо бы Не оплакивать А славить Анастасия Дело в том Что предков Надо вовремя И оплакивать И все остальное время Славить Если мы говорим Оплакивать В том смысле Которое сейчас Современно Рыдание Всхлипы То конечно же Не так оплакивали Предков Древности Оплакивали совершенно По-другому Не было того Траура Которому сейчас Которому сейчас Нас всех приучили Итак Вестник богов Здравое шествие Бессмертный полк Несут люди Героев Изображенных На плакатах Что тут Додумывать Придумывать Вот смотрите Как один мой знакомый Отвечал Когда спрашивали А бог это кто Он говорил А вот видите Вот мой отец Вот на фотографии Это мой бог А вот тут дедушка Это тоже мой бог Понимаете То есть В данном случае Идет разговор о чем Это мои боги Это мои пращуры Они уже ушли Из этого мира Значит они уже На уровне богов Значит для меня Они недоступны В данном случае В моем физическом представлении Я не могу их потрогать Точно так же Как вы не потрогаете Бога Вы находитесь Рядом с ним Вы можете находиться Внутри его Но вы не потрогаете Вы не осознаете Что это бог Вот это как раз Есть тот парадокс Так вот Нет в России Семьи такой Где бы не памятен Был свой герой Для каждого Человека Есть своя линия Пращеров И если в этой Пращеры Кто-то хотя бы Даже одел Военную форму В те времена Он уже герой Даже если Как-то так случилось Что он ни разу Не выстрелил Все равно Все равно В его представлении Он будет герой Точно так же Как В представлении Любого ребенка Папа Это Самый сильный Самый мудрый Самый лучший Мама Это самое доброе И вот здесь В бессмертном полку Были уравнены Все Все О ком Есть память Все Кто так или иначе В те времена Жил И так или иначе Кто участвовал В этом во всем Кто дал возможность Нам сейчас С вами здесь сидеть И разговаривать На эту тему И даже Ставить под сомнение Необходимость Или возможность Проявления Этого Бессмертного полка Не пора ли Звонить Соведущему Владимиру Размытищ Хороший Такой вариант Прерывания Беседы Дело в том Что Не вышел Соведущий Не появился В скайпе Звонить некуда Тем более Что время Сейчас уже 21 час 49 минут 39 минут В Москве Думаешь Соведущий Уже спит Не знаю Дальше Чука Уже были эксперименты Демонов По провоцированию Людей на массовость Словеческие ленточки Белые шарики И прочее Г Однако Массовыми Они не стали Даже при массовой Поддержке В средствах Массовой информации Единственным Массовым Стал проект В дасте С героическими Ленточками Но вот Дилемма Не могу понять Сколько пользы Вреда Дали эти ленточки Подозреваю Что это работа Как раз Демонов Так как Это символ Стал оружием Раздора Вот смотрите Давайте как раз Это и разберем На этом Шествии Нет никаких Ленточек Люди просто Вышли Почтить память Своих предков Взяли Фотографии Которые За свои деньги Распечатали В большом формате Сделали Вот эти Плакаты И просто Прошли Против кого-то Они выступали Нет Может быть Они какие-то Призывы В народ Кидали Тоже Нет А теперь Давайте Что происходило Во всех Вот этих Ленточковых Походах Это было Обособление Или заявление Себя против Чего-либо То есть Я протестую Против этого Или мы Протестуем Против этого Или я Не согласен С этим Причем На любую Белую ленточку Вслед за ним Появлялась Синяя ленточка За сей ленточкой Появлялась Красная ленточка За красной Еще чего-то И так далее Нам известны Революции Цветочные Которые прокатились По ближним странам С Россией Мы знаем Чем многие Из них Закончились В данном Случае Здесь не было Ни призывов Ни противопоставлений Так что Про ленточки Здесь разговора Наверное Быть не может Так Миколаевич Я нахожусь Под управлением Демона Как освободиться Да Дело-то в том Если человек Осознает Что он Находится Под управлением Демона То он Должен выйти Из этого управления Очень простым способом Он должен Подняться Над уровнем Демона Есть различные Уровни Демонический Нижний И Вышние Те которые Демону Недоступны И эти уровни Пределяются Мыслью Вот как вы Мыслите Каковы мыслите Таковы и есть Все очень просто Если вы Подключаетесь На Игрегоры Которые Демоны вам Создали В этом случае Вы становитесь Управляемыми Этими Демонами Ежели вы Находитесь Над Игрегорами Вне Игрегоров И напрямую Вы связаны С богами Вам не нужны Эти переходники Перекоммутаторы То в этом случае Вами никто не управляет Вот и все Вы становитесь Частью этого мира Частью этого божественного мира То есть частью бога Вы всегда Находитесь Со своими Предками И вами уже Никто не может управлять Во всяком случае Демоны Так вот здесь Сбрасывают сайт Мыславяне Мывместе Точка ИРФ Тебе сюда Дальше Владимир Размытищ Высказан Тобой Точка зрения Ясна Спасибо За детальные Наставления Будем стараться Делать себя И мир лучше Но война идет Не прекращаясь Ни минуту О чем и речь Для того Война и сделана Чтобы делать себя Лучше Благодарю Благодарю Он 9 мая Печатаю плакат Пишет Владимир Размытищ И выгоняю детей В парк Печатаю Конечно Заранее Убедил Самое смештое Что я убеждать Никого не хотел Вестник Богов Пишет Поддерживаю Бессмертный полк Грандиозно У нас в Иркутске Прошли люди Просто взглядом Не оторваться Водушевляет Выйду 9 мая На площадь Увижу Неонацистов Скажу Уйдите Демоны Я от Алексея Шутка В каждой шутке Есть доля шутки У меня была беседа С так называемыми Неонацистами В свое время Закончилась она тем Что ребята сказали Благодарю Что рассказал нам О жизни Вопрос С какой точки зрения С ними говорить С точки зрения себя Любимого Или с точки зрения Того Что надо говорить Со стороны наших предков И богов И это никакие Невозвышенные слова Просто так оно и есть Опять же Говорит с позиции Страха Я боюсь Смерти А значит я боюсь Все что может Эту смерть Причинить Голод Холод Страдания Недостаток Неонацисты Там еще кто-то Еще кто-то Это одна позиция Это позиция Подчинения себя Демонам Вот и все Да вы своим детям Уважение К предкам своим Прививайте А не выгоняйте их Насильно Напишет Анастасия Рысь О чем я хотел сказать Благодарю тебя Анастасия Именно это и Планировал дальше сказать Если не выгонять насильно Долго придется убеждать Есть такая старинная Ведическая поговорка Никогда ничему Не учите своих детей Потому что дети Все равно сделают То Что делаете вы Не надо никогда Говорить О том Как надо себя вести Просто надо так себя Вести самому Просто так себя Вести самому Просто думать об этом Самому Делать это самому И тогда дети Которые я надеюсь Все таки Они наследники Вашей породу Будут делать Все то же самое И ничего здесь страшного нет Так Мучения могут быть Намного страшнее Чем смерть Уровня богов Достигают Не все умершие Только реализовавшие Себе бога Абсолютно согласен С Анубисом Так Здесь В всем мире Нет никакого Кроме нас Мы есть род Будьте едиными Данил пишет Так Дальше Владимир Не всякий наделен даром Красноречия А без этого Даром можно договориться До драки Хороший вопрос Мне так понравилось Дело вот в чем Дело в чем Я не Наделен даром Красноречия Просто Когда Ты Доверяешь Более мудрым Полностью Доверяешься Более мудрым То в этом случае Мудрые дают тебе Те слова Которые необходимы Сейчас В данном месте В данное время Если ты не доверяешься Более мудрым То в этом случае Ты пытаешься Из себя Корчить Более мудрого А это чревато Как раз Дракой Мордобоем Потому что Когда Мудрость Пока зная Народ это чувствует И как правило Вот этих выставщик Пытается народ Поставить на место Если же Это мудрость истинная То в этом случае Такого Не бывает Мудрость истинная Может быть там Где она Прийти от того Где она существует Если мы говорим О наших предках Как о богах То в этом случае Мудрость всегда И правда всегда Там где есть бог Там где есть боги Там где есть наши предки Никогда Наш предок Какую-то дрянь Своему детенышу Не подсунет Потому что предок В первую очередь Заинтересован Чтобы его род развивался Не гнобить своего родича А помогать ему вылезти Поэтому вовремя Подбрасывают Мысли правильные Поэтому вовремя Дают волшебный пендаль Чтобы не перся Куда не надо Или наоборот Что сдвинулся С этого места И все это делается Вовремя нашими предками Как раз для того Чтобы род развивался Если род не развивается То в этом случае Предки Получают очень серьезный удар В этом случае Род загибается Ни одному предку Это не интересно Поэтому предки Всегда за своими детьми И своими родичами Очень внимательно присматривают И всегда им помогают Если вы это понимаете Тогда все становится На свои места Хотите быть мудрыми Не мудростите лукаво Просто обращайтесь К нашим предкам У меня было Несколько случаев Когда я один Выходил на толпу Вооруженную толпу С ножами С топорами С палками С коле И так далее На моих глазах Вытаскивают человека Который визжит Его там семером Тащат и бьют Все встали вокруг И боятся Улица Все проходят Спокойно Вечер А этот визжит Его там лупят Ногами Палками Я подхожу Говорю Ребят Что делаете А ты что Знакомый Говорю Нет не знакомый Просто мимо проходил Может помощь нужна Может негодяя бьете Вот у меня посмотрел Я смотрю А у него в руке Знаете Такая вот раздвижная Булава такая раздвижная Из палки вылезает На тросу И там Если ударить Так мало не покажется Я стою ему Глаза смотрю Все остальные тоже Мужик Чего надо Говорю Хочу разобраться Что происходит За что бьете Да он там это Это Он там того Я говорю Ну вот тот Пускай с ним разбирается Вы то что лезете Мне слова Никто больше не сказал Они просто отошли И вот Они вдвоем разбирались А так бы Загасили мужика И все Когда приехали Менты А именно Менты Приехали Они стояли В стороне И ждали Пока там Это все Успокоится Они боялись Подойти К этой толпе А я с ними Разговаривал И может Благодаря тому Что я подошел Этот человек Остался жить Вот и все Так Дальше Что значит Довериться Мудрым Как ты говоришь А я уже ответил Мудрый Это не тот Кого ты себе Представляешь Мудрым А кто есть Мудрый А мудрость Там где есть Боги Еще раз повторяю И мудрость И правда Там где есть Боги Если предки Наши боги То и мудрость У них И никогда Наши предки Своим родичам Зла делать не будут Всегда тебе помогут Вот и все Чук Анекдот про страх Вопрос Что ты боишься Больше всего Ответ Темноты И стоматологов Темноты больше Фиг его знает Сколько в этой темноте Этих стоматологов Ну что ж Ребята Прошу прощения В 22.00 Либо детей нужно Купать и спать Загонять Супруга будет кипятиться В 22.05 Пойду В режим Слушателя Ну давайте На этом Наверное Мы и Уже Прекратим Нашу сегодня Такую Беседу Дискуссию Рад был со всеми С вами пообщаться Благодарю Что Составили мне Компанию А так бы мне В гордом одиночестве Здесь сидеть Смотреть в пустой экран Не очень было бы приятно Вот Желаю вам Всего самого-самого Доброго Если получится Мне соединиться С нашим Главным соведущим Который сегодня Должен был быть Вячеславом Михайловичем То наверное Мы поговорим И Решим этот вопрос Почему сегодня Так получилось Что ничего не получилось Если же нет Ну значит На нет И суда нет Ну что ж Друзья мои Желаю всем добра До новых встреч Услышимся Народное славянское радио Для пытливых умов Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова